Привет, меня зовут Юра, мне 31 год, я сооснователь пиццерии Теста и Бара Голова. Большой Головин переулок, который находится прямо напротив нашего входа. Есть легенда, что он назывался Больной Головин переулок. Там находилась какая-то известная рюмочная, из которой все выходили в крайне тяжелом состоянии. И поэтому, на самом деле, очень прикольно, что мы открыли бар именно на этой улице. Так сказать, восстановили историческую справедливость. И сейчас мы с вами пойдем гулять по этому району, на мой взгляд, самому классному району Москвы, Тестной бульвар. Будем проходить разные улицы и переулки и заходить в дружественные мне заведения и общаться с ребятами. Может быть, что-нибудь новенькое узнаем. Вот мы добрались до первой точки в нашем маршруте. Это новое место под названием Rebellion Clubhouse. Меня привела туда моя подруга. Rebellion — это суперклассная кофейня, которую я открыл совсем недавно. Ребята всячески пропагандируют спорт, велосипеды, бег и любые другие активности. В этом пространстве планируется сбор комьюнити, которые занимаются различными видами спорта. Была первая вечеринка в эту пятницу, такая настоящая. Зовем диджеев, назвали вечеринки Kill Cool Kids. Собираем новых интересных ребят, слушаем разную музыку. Круто. Только позитивную. А по воскресеньям сейчас пытаемся делать комьюнити-дни такие для спортсменов. Сделали сейчас велосипедную историю в воскресенье. В следующее воскресенье делаем беговую с горки Parkrunners. Класс. В общем, дело пошло. Офигенно. Если вы любите велики, любите бегать и любую другую активность, то приходите в Rebellion. Также, кстати, если вы любите кофе, тоже приходите туда, он там отменный. Мы находимся в гостях в студии у моей подруги Алены Раковой. Алена — диджей и художница. Алена — суперкрутой человек, очень талантливый. И для меня ее музыка, ее картины — это что-то невероятное. Если есть какой-то любимый размер картины, которые ты рисуешь. У меня в основном графика. Я использую чаще всего гуашь. У меня смешанная техника — это гуашь, карандаш, пастель. Я, правда, очень люблю бумагу, потому что она придает какую-то матовость, при этом живость и сочетание фактур. Они очень интересно работают друг с другом. Мы делали выставку с сэмпл мою в галерее Буру в марте этого года. И вот они сказали, Алена, давай попробуем побольше. И я попробовала побольше. Это моя вторая работа. Это автопортрет? Ну, немножко. Окей, ну я, извини, не угадал, не читал сразу, но мне очень нравится эта картина. Шутка, это не автопортрет, если что. Окей. Ну, в общем, мне это очень нравится работа, так что, мне кажется, я ее приобрету, между прочим. Ты здесь не только пишешь картины, ты еще и играешь музыку. Майкрокурт, стенки. Тут играешь только с пластинок, судя по всему. Да, у меня есть только тут виниловые прайперы тени. Вот, потихонечку собираю винил. Какие вы большие, там пришел, вы очень приятные. Вы всегда можете в интернете посмотреть, где играет Алена. А если вам также понравятся ее картины, как и мне, то напишите Алене. Можно прийти в очередь, посмотреть на ее произведение и выбрать что-то для себя. Мы находимся в гостях в мастерской у Сержа Гарина. Серега человек, который делает лучшие шляпы и аксессуары в городе. У меня есть целых две. Значит, какой первый вопрос был? Первый, спасибо, что вы здесь. На здоровье, Юра. Приходи всегда, у тебя всего две шляпы. Непосредственно толчком послужило, что я купил себе кепку у своих друзей. И мне очень понравилось, как я в ней выгляжу. Образ. Мне не нравилась форма. Мне казалось, что сшить головной убор достаточно просто. И даже не вникая в детали, я пришел и девочкам-портнихам сказал, давайте сошьем кепку. И вот как-то незаметно я втянулся в это пять лет, шесть уже, наверное. Почему бы? Серег, мы коллеги с тобой не просто потому, что мы живем в одном городе, любим друг друга, а потому что мы еще с тобой работаем с головой. Ты со своей головой, а я со своей. Давай-ка я поработаю с твоей головой. Давай, поработай с моей головой. Так, кстати, мне уже даже так нравится. Мы снимаем мерку. А тебе хорошо? Ну да. Как-то такой вудсток. Не каждый сможет себе позволить, конечно, такой аксессуар, но мне кажется, что... Я могу? Ты можешь, да. Мексиканский дом. Слушай, я сейчас так пойду текилу просто пить. Оригинальный бездельник. Это я так себя называю обычно. Моряк, чуть-чуть она тебе маловато. Ну, в общем, вот как-то так. Серега, спасибо еще раз. Очень у тебя классно. Спасибо, Иван. Пятый раз мы уже жмем. Жмем. А там отрежут сколько надо. Будет один в итоге. А там будет непрерывно пум-пум-пум. Минимум. И вообще будет так, что мы ходим по мастерской и держимся за руки. Сережа, это, на мой взгляд, самый главный человек, который делает шляпы в этом городе. Они реально крутые, они супер качественные, сделаны из охренительных материалов. И сам по себе Сережа максимально харизматичный и классный. Он всегда вам расскажет что-то про себя, про свое творчество, про то, из чего сделаны шляпы. И подберет вам наилучший вариант. Так что приходите к Сереге в мастерскую. Там тоже очень здорово. Мы находимся в Гастерпабе Цирк, в Цветном бульваре. На мой взгляд, одно из самых уютных и классных мест. Костя, член команды этого чудесного заведения и мой очень хороший друг. Костян, во-первых, хочется сперва определиться, что же мы с тобой будем пить. А потом я буду тебя допытывать, почему у вас так классно. Мы сегодня будем пить классную историю из Словении, сорт винограда Мальвазия. Это один из моих любимых, вообще одна из наших любимых позиций. Классная, на грани с оранжевым, свежая, цветочная. Идеально. Мне нравится такой вариант. Мы ребята, которые любим свое дело, хоть мы и молодые, моложе, чем это вино, нам всего два года. Мы стараемся делать вкусную еду. За это у нас отвечает шеф, который работал в мишленовских заведениях. За вино у нас отвечает очень классная молодая сомелье, она постоянно обновляет у нас все позиции, то есть вина всегда разные. По пятницам у нас музыка с винила, это тоже наша принципиальная позиция, виниловая музыка. Летом веранда, тусовки до пяти утра, на любой вкус формат. Вне зависимости от вашего настроения, хотите ли вы провести вечер в одиночестве, или вам хочется провести его в классной компании, или у вас романтический вечер, цирк это то место, которое вам подойдет. А еще мы любим всех собак. Все классные чуваки любят собак. Конечно. Так что за собак тогда. Сфот. Уф. Как вообще пришла идея, почему вы решили делать парикмахерскую, и как вам удалось сделать такой крутой проект? Слушай, когда мы начинали, в Москве были только модные женские салоны и были барбершопы. А нам хотелось сделать классное место, в котором будут и парни, и девчонки, где мы все соберемся и будем наводить красоту так, как мы это видим. Начать состоит с того, что изначально я парикмахер, Алина отличный управляющий директор парикмахерских, и мы решили, а почему бы и нет? Можно вам только позавидовать, у вас же сейчас три проекта, и еще можно сказать за кадром, что вы сделали еще один. Не, на самом деле у нас два бренда, три парикмахерские под брендом Mute, и еще одна новая под брендом Freckles. Она немножко для другой аудитории, для более молодой, прогрессивной, которая следит за трендами в плане экологичности, в плане принятия себя, и в общем, нам это все очень близко, поэтому мы вот за это и топим. Я вам максимально и настоятельно рекомендую приходить и пробовать стричься, краситься и просто кайфовать, потому что это реально круто. Вот. Если вы хотите сделать какие-то изменения, большие или не очень, со своей головой, идите к ребятам, они делают все максимально круто, и вам точно понравится. Ну что, спасибо вам за то, что были с нами. Наша прогулка наконец-то подошла к концу, даже пошел дождь. Спасибо большое проекту «Знаем лично» от МТС, который и сделал весь этот контент, и спасибо каждому участнику нашего маршрута, который согласился поучаствовать и рассказал вам про свои крутые проекты. Увидимся в одном из этих чудесных мест. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok